Девушки отдыхают Буду знать я один Володя Это очень здорово, что вы поработали в апреле и мае хорошо Просто молодцы По поводу секретов Ты же знаешь, Володя, что от бригады у меня нет секретов Поэтому можешь прочитать всем Что касается отношений Знаешь, кто-то когда-то сказал Ничто человеческое мне не чуждо Вот так Когда Борис показал мне эти письма Я вспомнил, как Борис, Фаина и я летели в Москву А что это там внизу? Небо А мы летим выше неба Оно под нами А выше нас есть что-нибудь? Безвоздушное пространство Чуть позже я узнал, что еще в Иркутске Борис и Фаина привязались друг к другу И когда в больнице Фаину не захотели Отправить сопровождать Бориса Она уволилась с работы И поехала на свой страх и риск В Саках Где лечились сотни больных с травмами спинного мозга Мы были невольными свидетелями многих трагедий Жены оставляли мужей И случалось это не так уж и редко Борис попросил меня серьезно поговорить с Фаиной Ну вот, Фая Посоветуешься с мамой Причем я буду советоваться? А твоя мама все знает о Борисе? Она знает, что мы на курорте И знает, что у Бориса была травма А то, что Борис, возможно, никогда не будет ходить? Борис все равно будет ходить Вы же сами об этом писали в газете Ну я писал Верил в это А теперь не верите? Фая, я не врач Ну и помните, как он доказал тогда всем Помните, как он дошел до пруда? Я все помню, Фая Но ты должна исходить не из самого лучшего, а из самого худшего Что может быть самое худшее? Представь себя Борис навсегда остается инвалидом Никогда Слышите? Никогда он не будет инвалидом Еще тогда в Иркутске Когда он умирал Я ночами сидела в его постели Врачи меня гнали после дежурства Но я все равно оставалась Врачи пригрозили перевезти меня и перевели Но дежурив там Я снова приходила к Борису Вот тогда я дала себе слово Что стану его женой И он? Нет, нет Он ничего не знал Я себе дала слово Если бы вы знали, как он переносил воли И как шутил при этом Нет Никогда в жизни у меня так Нет Что я мог возразить Этой девушке Ну так что? Ну что? Вот уговаривала Фарена не выходить за тебя замуж А она? А она говорит, что любит тебя Готова пойти за тобой хоть на край света А вы сказали Что я, может быть, никогда не буду ходить по-настоящему Я ей все сказал, Борис Николаевич Но она? А она твердит свое Вы знаете, Борис Александрович Я никогда не думал Что все будет так трудно Да Нет, просто необходимо Необходимо Необходимо, чтобы она уехала Металл проверяют И жаром, и холодом Из писем Полученных автором Письмо Бориса Гайнулина Дорогой Борис Александрович Помните, как я Продемонстрировал вам свою ходьбу озера Так эта ходьба была для вас и для Фаины Я не хотел вас обмануть Но так хотел утешить Да Утешить Но не обмануть Хотят все-таки смахивать на обман Из письма врача именуил Владимир Чарлам Я выяснил, что после травмы Борису не была сделана функция Прокол с целью исследования спинно-мозговой жидкости У меня сложилось такое впечатление, что спинной мозг у него не был прерван, а зажат раздробленными косточками Это только предположение Не больше Лучше всего, если бы удалось показать Бориса профессору Раппопорту в Москве Это, на мой взгляд, крайне необходимо Борису приходится нелегко Боль не оставляют его ни днем, ни ночью Вначале еще в Иркутске ее унимали уколами морфия и пантопона Но, увидев на примере многих соседей по палате уже хроников, к чему это ведет Борис категорически отказался от наркотиков Отдаю дань его мужеству Из письма профессора Раппопорта Вы ожидаете от меня категорического приговора Не надеетесь, его не будет По-моему, врачи в Иркутске совершили ошибку, не сделав сразу функцию Кое-что меня заставляет думать, что спинной мозг у него действительно не прерван, а зажат Давайте попробуем положить вашего героя в институт Бурденко на исследование И если результаты исследования подтвердят наше предположение, будем делать операцию Из письма Бориса Гайнулина Насчет того, что мне была необходима операция сразу, у меня несколько иное мнение Я не думаю, что следует кого-то обвинить в том, что ее не сделали Еще там, в Иркутске Ведь положение-то у меня было серьезное Говорю об этом Потому что вы где-нибудь можете написать и упрекнуть иркутских врачей Я же считаю, что их труд заслуживает не упреков, а всяческого поощрения Из письма Фаины И все-таки мы поженились А свадьбу сыграли в Москве До сих пор не могу понять, как нам все удалось сделать Мы боялись, просто дрожали, что будет мало гостей Но в гостях недостатка не было В гостинице узнали, что у нас свадьба И всем захотелось нас поздравить Гости шли весь день и всю ночь Одни сменяли других, пели песни И потом откуда-то взялся человек с аккордеоном Встретили рассвет А за столом не было ни одного свободного места Было много поздравительных телеграмм И в одной из них главный инженер братской строю сообщал нам Что нам в Братске выделяется дом Телеграмма Пункцию сделали Профессор Рапопорт рекомендует операцию Борис Фаина Из письма профессора Михаила Юрьевича Рапопорта Операция состоялась Она длилась свыше пяти часов Сделал ее профессор Шлыков Фаина самых блестящих наших нейрохирургов Вел себя Борис великолепно, мужественно Вызвал уважение профессора и всех его ассистентов и сестер Что же ожидает нашего героя Я скажу это прямо и честно В результате операции прекратится атрофия мышц нижних конечностей Убежден, что со временем Борис не будет натирать ран при ходьбе с тутерами Сколько на все это потребуется времени Годы Не менее десяти лет Письмо юриста Соломатиной Уважаемый товарищ Костяковский Мы уже все сделали, чтобы оформить Борису Николаевичу Гайнулину пенсию Но остановка теперь только за самим Гайнулиным По линии соцстраха таким инвалидам, как Гайнулин Получившему вечи на производстве Пенсия дается небольшая Разницу до среднего заработка пострадавшего Должно доплачивать производство На основании решения Нарсуда Но Гайнулин категорически отказался подавать заявление в суд Мотивируя тем, что он никогда в жизни не будет судиться с брат с гостроем Я прошу вас поговорите с ним сами Объясните, пожалуйста, ему, что это пустая формальность И все-таки затеять какую-то судебную тяжбу с брат с гостроем Я не могу, да и не хочу Наша стройка слишком много для меня значит И вы, Соломатина, говорите, что написать заявление на РСУ Вот это пустая формальность Извините, Борис Александрович, но мне так не кажется Если законоположением предусмотрено, что дело не может решиться без суда Это не пустая формальность Ну а если закон существует только ради этой формальности То его надо просто отменить Извините Но заявление в суд я писать не буду Знаете, не хлебом единым А я, Боря, понимаю И тоже думаю Пусть платят такую Какую можно получить без суда Рад сообщить вам, друзья мои Что принят новый закон На людях, получивших травмы и увечья на производстве По этому закону вовсе и не нужно судиться с производством Борис Александрович Значит, все-таки я был прав Из корреспонденции, полученной автором в течение ряда лет Телеграмма Поздравьте с рождением сына Назвали Володькой Он лучше всех ребятишек в роддоме Вот какой у нас сынище Наконец-то мы в Братске На днях получил приятное уведомление о зачислении меня в число студентов Иркутского государственного университета На юридический факультет Это как раз то, что мне необходимо в данный момент Из письма Любови Васильевны, матери Бориса Дорогой Борис Александрович Живем все так же, как и при вас Ребята из бригады Заходят почти каждый день Помогают во всем Такие ребята славные Такие ребята славные У кого уже жены есть, у кого невесты Все у нас бывают Боря смеется, говорит Растет бригада Фая наша по-прежнему в больнице работает У Бори все хорошо Но не ходит он Если бы еще тутеру удобнее, да полегче А то мучения какие Падал он сколько А держать себя не велит Так-то, но И зашибиться можно Начинают разворачиваться дела на Усть-Илине Герасименко Назначен начальником пусть и Римской ГЭС Хотя он теперь и большое начальство Но положение его не портит Мы за ним очень ревностно следим Что не говорите Наш бывший прорак Да и вообще Мы же всегда считали его членом своей бригады Случилось так Что где-то в конце июня Бригаде дали общий выходной день Впервые за все эти годы Тихо Тихо, 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 тихо Слово Борису Кайнулину Давай, давай Борис Вообще-то очень здорово, что вы собрались вместе с дверью Общий выходной день Это очень здорово О чем сказать Вот о чем Был такой итальянский философ Кампанелло Кампанелло? Ну да, он написал книгу «Город солнца» Он в мечтах создал город Где не было частной собственности Где женщина равноправность мужчин Где все совместно воспитывают детей Так вот, не кажется ли вам, что мы Строим именно такой город Собственными руками? Город электричества Город солнца Ну где мы с вами живем? Не какие-то выдуманные люди А просто Земные Земные братья За наше Товарищество За нашу дружбу За наше земное Братство В Братске состоялся слет Молодых строителей всесоюзных ударных комсомольских строек Сибири и Дальнего Востока Меня избрали делегатом И пригласили выступить АПЛОДИСМЕНТЫ Что же я сказал ребятам? Мне странно слышать от некоторых Что нет больше романтики И нет романтиков А есть заработки и голый расчет А я могу назвать десятки Сотни моих друзей Бескорыстных рыцарей строительного века Я расскажу об одном из них О Юрке Павловникове Ну потому что он сейчас сидит в этом зале Юра Юра Ну чего ты прячешься? Так вот он Техник по образованию Работает На усть и лиме землекопом Работает В мороз и в жару В дождь и в снег А во имя чего? А во имя того Что он Первостроитель Братска и усть и лима Первостроитель Он гордится этим А мы еще больше Гордимся им Мне кажется нет Более счастливых людей Чем моряки и строители Говорю об этом Потому что сам был Моряком и строителем Но это у меня все в прошлом А сегодня И особенно сейчас Это очень здорово Что я смог посмотреть в глаза Такой большой И такой молодой Строительной Квартии Прошли годы Не только сам Борис Но его сынишка Володька Стал моим другом И родились в братской тайге Новые заводы И новые города И есть на братской земле Настоящая дружба И есть Настоящие люди Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин